здравствуйте сегодня я опять с вопросом небольшое предисловие дело в том что я котлеями никогда не занималась и только в этом году про приобрела приобрела три котлейки вот это вот третье купила я ее спонтанно я не хотела ее заказывать в общих заказах ну я как-то с котлеями не знаю что делать поэтому пока не заказывала и тут видимо кто-то отказался от своей котлейки я решила почему бы и нет и приобрела вот эту вот вот эту вот свинку это волосатая свинка и она просто огромная смотрите вот если я с рукой своей и то есть она скорее всего уже размера цветения отличный вообще экземпляр я считаю что мне повезло ну и естественно из-за того что я с котлеями никогда не имела дело у меня сразу же возникла куча вопросов я полезла в интернет гуглить что же это за волосатая свинка как с ней обращаться и знаете немножко вопросы по уходу они ушли но возникли другие я так поняла что вот этот вот большой рост вот этот вот который самый 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 большой это последний хоть я и сомневаюсь потому что ну как то он очень странно такое ощущение что после того как вырос вот этот вот рост вырос еще вот тут вот рядышком как это показать в общем у меня на возникли сомнения возникли кто же из них последний я надеюсь что это было бы был вот этот большой рост и вполне возможно что он же должен был быть свести если пиво не приволокли в нашу страну так значит вопрос какой возник стоит ли мне ждать что этот рост выпустит чехол а да я еще прочитала что останавливается в развитии рост тогда когда он выпустит чехол и тогда нужно переставать поливать и отнести его ну сокращать полив и отнести его в прохладное место чтобы он развивал цветонос так вот стоит ли мне ждать чехла я понимаю что был стресс был перелет вполне возможно что это даже не размер цветения вот как то так я его сейчас оставила на открытом солнце на балконе у меня открыта дверь у меня очень жарко на балконе я только такие растения могу там оставить которым вообще не солнце ни на что не влияет вот еще у меня возник вопрос вот именно вот это вот волосатая свинка она выпускает корни до того как цветет или все-таки ждать новых ростов после новых корней после потому что вроде бы она что-то выпускала но естественно они засохли если она выпускает корни после цветения то пересаживать ее сейчас я не буду я подожду что с ней будет дальше как она себя будет вести если же ей нужно отращивать здесь корни сейчас то я скорее всего просто подставлю здесь еще один горшочек с мхом и пусть она растет в этот горшочек а потом я просто уберу уберу эти горшочки и как бы совмещу эти два кусочка мха вот такие вот у меня мысли отличный экземпляр мне кажется да ну в общем если если ждать развития чехла не стоит то я бы конечно его пересадила мне в общем хочется чтобы кто-нибудь из архаманов которые имеют дело с вот этими вот котлеями с такими вот большими чтобы мне подсказали следующий шаг дальше я уже как-то буду сама смотреть по растению читать гуглить но вот вот как-то хочется мне чтобы меня подтолкнули к каким-то действиям потому что вообще не в курсе ничего про эти котлеи почитать почитала сейчас все в кучку собрать вроде смотришь на растения и кажется что что он должно цвести в принципе почему нет если я сейчас поставлю на солнце влаги хватает света хватает почему бы не выпустить этот чехол ну и опять же у меня есть сомнения по поводу того какой из этих ростов последний скорее всего из-за того что вот тут вот не тронута вот это вот сухая шейка да то он будет последним у этих у маленьких у них уже видите она немножко лопнула а тут а тут вроде еще нет в общем одни сомнения одни стрессы у меня какие-то видео получаются только о том что я людей что-то спрашиваю постоянно нету никаких обзоров моих растений но я обязательно сниму что-нибудь интересное про фаленопсис у меня есть один интересный экземпляр и история интересная с ним но пока что вот самое интересное у меня происходит с моими новыми покупками а именно очень хочется чтобы следующий шаг в уходе за ними не убил их а стимулировал к росту кстати у меня получилось так что мне пришлось обработать одну растенюху HB101 и ему я тоже ему досталась немножко этой водички сейчас подытожу меня интересует следующее стоит ли мне ждать роста чехла с вот этой вот бульбы я просто прекрасно понимаю что ее пересушили она к нам прилетела и скорее всего она стрессанула и что ничего она растить не будет и что мне придется ждать нового нового роста чтобы она уже процвела у меня в моих условиях вот если так оно и есть то я ее пересажу если нет то я не буду я придумаю здесь что-нибудь для того чтобы наращивала корни но пересаживать я ее не очень хочу просто поставлю в кашпо придумаю что-нибудь спасибо большое всем кто мне посоветует что с ней дальше делать интересные растенюхи хоть и великоваты для наших окошек пока пока пока